Кстати, вы сказали про реформы, про изменение кардинального чего-то в стране, и аналитики в газете «Ведомости» сегодня публикуют большую статью, говорят, что действительно на серьезные какие-то радикальные реформы Владимир Путин даже в этом сроке не пойдет. Но при этом озвучиваются идеи, которые витали в воздухе, которые завтра он может артикулировать. Например, увеличить расходы федерального бюджета на образование и медицину. С вашей точки зрения, это реальный шаг? И может ли он что-то изменить, по большому счету? Или это тоже лозунг? Шаг абсолютно реальный, деньги эти есть. Собственно, даже если бы их не было, у нас очень маленький внутренний долг, можно его немножко увеличить. Насчет кардинального изменения я бы был скептичен. Потому что то, что мы видим, это то, что и в системе, скажем, образования и здравоохранения тоже, во-первых, есть очень серьезный уровень коррупции. Разница в зарплатах руководителей и чиновников, и того состава, который, собственно, создает добавленную стоимость, чудовищная. Указы по повышению зарплаты выполнялись за счет того, что зарплаты немножко повышались, а премии сильно снижались. И в результате люди стали получать в среднем, в общем, меньше. И плюс к тому у нас эта вертикаль породила чудовищно-бюрократический навес. Сейчас люди в образовании и в здравоохранении говорят, что мы больше не лечим и не учим. Мы занимаемся написанием идиотских отчетов людям, которые ничего не понимают ни в том, ни в другом. И еще плюс сейчас возникает и криминальный навес. Сейчас все больше и больше возникает просто посадок физически людей из области здравоохранения и образования. Здравоохранения больше пока. Посадок в абсолютно нашем стиле. Вне связи с реальной виной, вне связи с ситуацией, без попытки изучения доказательств, без нормального судебного процесса и так далее. И это заставляет людей еще меньше принимать на себя рисков, делать еще меньше. Очень многие уходят из этих индустрий. И уходят те люди, которые могут где-то себе обеспечить хорошее будущее, то есть наиболее сильные люди. Системы разваливаются, и деньгами их не спасешь, хотя без денег, конечно, нельзя обойтись. Спасать их надо изменением подхода. В данном случае увеличение строки бюджета, с вашей точки зрения, должно идти на увеличение зарплат людям или на строительство дополнительных учреждений, появление новых рабочих мест, оборудование новое. Чего не хватает на самом деле сейчас в медицине и образовании в большей стиле? Я думаю, что прежде всего в медицине и образовании не хватает самостоятельности. Не хватает естественной системы стимулов. Медицину давно пора переводить на нормальную страховую, где есть понятные тарифы, которые понятным образом определяются, где есть саморегулируемая организация, где государство участвует, скажем, как один из игроков, или даже долевой игрок, который выделяет дополнительные деньги на создание систем и центров, где обязательно медицинское страхование, во-первых, приведено к каким-то разумным рыночным нормам с точки зрения тарифов и с точки зрения оплат, и может сочетаться с частным страхованием, где построены достаточно сложные системы ответственности за собственное здоровье у людей, где они, скажем, могут платить меньше, если они ведут более здоровый образ жизни, где они проходят процедуры, которые нужны и так далее. Медицина вообще очень сложная штука. Нет государства, в котором она построена идеально. И чтобы ее построить удобоваримо, нам нужно сильно усложнять процесс, убирать оттуда чиновника и запускать туда иностранцев. Иностранцев? Конечно. Посмотрите на Турцию. В Турции уровень медицинского обслуживания вырос фундаментально, когда они открыли свой рынок, приняли стандарты американские, и когда они запустили американские сети. Ну, допущение сюда иностранцев означает дать возможность с ним заработать, а зарабатывать не с кого особо, потому что люди, по большому счету, бедны в стране. И платить за медицинские услуги они не готовы, потому что они знают, что у нас есть конституция. Почему в Турции американцы могут работать? Турция страна, в которой ВВП на человека не отличается от нашего, а вот у нас они почему-то не могут работать. Почему наша страна так бедна, а Турция так богата, хотя экономические показатели очень схожи? Потому что у нас, я не знаю, как в Турции, если честно, но у нас конституция обещает всем бесплатную медицинскую помощь. И люди приходят в больницу за бесплатной медицинской помощью. Когда им говорят, а сейчас у нас появится новая система взаимоотношений, и в большей степени мы будем на страховку ориентироваться, в большей степени у нас будет много иностранцев работать с хорошей медицинской техникой и так далее, но за это надо будет платить деньги. Не существует бесплатной медицинской помощи. Это просто не бывает. Существует медицинская помощь, оплачиваемая нашими налогами, а существует оплачиваемые лично граждане. Мы сейчас платим огромные налоги, которые должны идти на медицину. Наш взнос на соцстрах выше в сравнении с зарплатами, чем в Европе. Мы все равно это платим. Если сюда придут иностранцы, они не заменят региональную клинику в маленьком городе. Они, скорее всего, там и не будут работать. Они начнут с центра, они начнут с более дорогих мест, с более дорогих клиентов. Но они начнут создавать культуру медицинского обслуживания, во-первых, давая резерв возможностей для государства, от которого просто уйдет этот спрос более дорогой. И, во-вторых, создавая школу и возможности обучения людей, возможности селекции, возможности кросс-платформенной работы, возможности создания каких-то систем, которые будут обслуживать регионы из центра и так далее. Если мы этого не будем делать, мы будем продолжать вариться в собственном соку. У нас одна из огромных проблем с врачами в России, практически никто не говорит по-английски. Они просто не в состоянии абсорбировать то новое, что происходит в медицинской науке в мире. То, о чем вы говорите, ведь можно было сделать 10 лет назад. Можно. И было легче 10 лет назад. Тем более. И власти ведь знали прекрасно о том, что такой шаг существует. Почему это не делается? Потому что это не является приоритетом. А почему это не является приоритетом? Потому что власти без этого удерживают поддержку большинства населения. Зачем тратить на это время и силы? А в случае с образованием, это возможность дать школе самостоятельно зарабатывать на дополнительных услугах? Как здесь можно стимулировать педагогов, стимулировать саму систему? Вы знаете, про образование в мире вообще идет фундаментальный спор. Нам от образования нужно что? Чтобы все были плохо образованы или чтобы кто-то был образован хорошо? Нам нужно, чтобы все были образованы хорошо. Все образованы хорошо не бывает. Прежде всего, потому что далеко не все могут хорошо образоваться сами по себе в силу своих природных свойств. Давайте будем разумны. Поэтому всегда надо задавать вопрос. Вы можете создать систему, при которой все будут образованы плохо, но все, кто надо, будут образованы хорошо. Такая система создается только одним способом. Вы даете пространство системе образования выбирать, как работать, и создаете конкуренцию между институтами образования. Если у вас есть здоровая конкуренция, то лучшие ученики будут в лучших школах. Если у вас есть здоровый уровень свободы, то школы будут сами структурировать свою работу достаточно гибко. Вы будете их финансировать на базе понятных тарифов и будете держать этот тариф на том уровне, который позволяет вам получать обратную связь, чтобы все были менее хорошо. У нас это не так. У нас бесконечная работа министерства по тому, как научить людей работать. Исходят от чиновников, которые сами не понимают близко, что нужно делать в образовании. И, конечно, система эта скорее работает сейчас на, не знаю, патриотическую консолидацию общества, чем на создание грамотного сообщества в России. А эффективность этой работы вы можете оценить? Ну, мы можем просто посмотреть, с одной стороны, по нашему уровню инноваций, а с другой стороны, по, скажем, популярности колдунов, ценителей, передачи «Пусть говорят» и прочие ереси, которые смотрят люди. И даже потому, как люди это комментируют, даже потому, как люди голосуют, можно посмотреть на уровень образования культуры в обществе. Экономист Андрей Мовчан в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Спасибо, что были с нами, и всего доброго. Игорь Мовчан в эфире радиостанции «Эхо Москвы».